Так, играем с Давидом Паравеном. На первом месте иду. Семь очков у меня в запасе. Ферстаж, ты мат! Ну как я на такое попался? Просто не могу поверить. И футболку себе порвал. Ну и давайте все же посмотрим, что произошло в этой партии. Итак, Давид Паравен ходит Е4, Магнус отвечает С6. И после Д4, Д5 защита Каракан. Черные ударяют по центру. Белые защищают пешку и после взятия размена на Е4. Черные выводят коня и готовы на размен. Белые размениваются и после взятия на Ф6 черные получают вот такую пешечную структуру. Но она на самом деле даже хорошая защита для черного короля после рокировки в короткую сторону. Партия продолжилась ходом слон Д3. Давид Паравен уже начинает прицеливаться на пункт на Х7. Магнус ходит слон Д6. И после ферзь Х5. Теперь на рокировку как раз таки последует этот мат. Магнус просто рокировался примувом. Он заранее поставил этот ход до хода ферзь Х5. И поэтому его даже не видел. Ну а после рокировки, естественно, Давид Паравен поставил мат Магнусу Карлсону. Королю бежать некуда. Ну а теперь, не заканчивать же видео, давайте рассмотрим один из красивейших матов, который Магнус Карлсон поставил одному из сильнейших игроков в пулю в интернете Эндрю Тангу. Партия была сыграна в этом же турнире. И досмотрите видео до конца. В конце вас ждет бонус, поющий Магнус Карлсон. Итак, Магнус Карлсон играет белыми, начиная партию ходом Е4. Е6 отвечают черные, Д4. И переходим во французскую защиту после Д5. Е5 задвигают белые. Их идея будет в активности на королевском фланге. Конь Д7, черные развиваются. Конь Ф3, С5. Иди черных в этом дебюте подрывать центральные пешки белых, которые дают им свободное развитие и игру на королевском фланге. С3, поэтому белые укрепляют свой центр. И после конь Е7, слон Д3. Конь С6, черные продолжают свой план с давлением на пешки. И после рокировка, ферзь Б6. Теперь грозит взятие на Д4. И после разменов у черных будет лишняя пешка. Поэтому слон С2, белые подкрепляют пешку ферзем. И после слон Е7, А3. Теперь у белых появляется в будущем возможность проведения Б4. И после А6, Б4, СД, СД, А5. И здесь черные начинают подрывать пешку на Б4. Угроза взятия. Магдус решает пожертвовать эту пешку и получить преимущество в развитии. Он ходит Б5. Черные забирают на Б5. И после конь С3 с темпом развиваем своего коня на активную позицию, нападая на ферзя. Ферзь вынужден отходить. И ладья Б1. Ферзь Д8. Как мы видим, за счет жертвы этой пешки, Магнус практически забесплатно развил две свои фигуры на активные позиции. А ферзь черных ушел на Д8. Конь Б5. Теперь белые могут залезть печенки белым ходом конь Д6. Но конь Б6, беря под контроль поле на Д6. И после слона Е3, конь С4. Конь становится на отличное поле. И после конь Д2, Магнус начинает выменивать этого хорошего коня на С4. Конь Б3. И после конь А3, слон А3, разменялись. Ферзь Ж4. Белые начинают свою активность на королевском фланге. Висит пешка на Ж7. Как-то эту пешку нужно защищать. Рокировка черным невозможна из-за взятия на А6 слоном. И черный король скоро падет смертью храбрых. Король Ф8. Эндрю Танк подкрепляет свою пешку на Ф8. И оставляет ладью на А8, лишаясь рокировки. Ф4. Магнус продолжает давить. И теперь уже грозит вскрытие игры ходом Ф5. Король Ф8 будет чувствовать себя крайне неуютно после вскрытия линии Ф. Слон Б4. И Ф5. Продолжает свою идею Магнус. А черные тем временем укрепляются. Ф6. Угрожает следующим ходом взять на Ж7 вилкой на ладью и короля. Поэтому Ж6. Черные обязаны уже так ходить. Конь Ф3. Переводим свое неактивное коня с Д2 поближе к кухне. Например, на А4 и где-то ударим на Ж6. А5. Черные нападают на ферзя, но ослабляют поле на Ж5. И после ферзи Ф4. А4. Черные начинают свою мнимую контр-игру проведением пешки в ферзи по линии А. Но конь Ж5. Пользуемся ослаблением поля на Ж5. И вот начинают вырисовываться идеи взятия на Ж6 слоном, либо на Е6 конем. Черные обязаны действовать очень осторожно. А3, не видя угроз, они продолжают толкать своего пешака в ферзи. Ладья Б3. И после А2. Ладья А1. Блокируем пешку. А ладья на Б3 остается активной и возможно подключится по третьему ряду к атаке короля черных. Б5. Черные практически в цуксуванге и продолжают свои действия над движением пешек. Магнус ходит слон Д3, нападая на пешку. И черные вынуждены ее защищать ходом ладья А5. Но ферзь Ф2. Магнус начинает поедать ферзевый фланг соперника. Пешку на А2 уже не спасти. И после слон Д7. Забираем на А2. И ферзь А8. Черные захватывают линию. Уже грозит взятие на А2. Белые размениваются на А5. И после взятия ферзем. Ладья Б1. Кралсон возвращает свою ладью домой. И заодно удерживает первый ряд от всяких там шахов. Ферзем ПСА1. Король Ж8. Черные фигуры попросту не ходят. И не имеют никаких полей вторжения. Черные стоят на месте. А4 цементирует своего коня на Ж5. И король Ф8. А тут Магнус бахает пешку на Ж6 слоном. И после взятия этого слона ФЖ. У черных в этой позиции лишняя фигура за пешку. Но фигуры их естественно не ходят. Ф7 освобождая поле для своего ферзя на Ф6. Слон И7. Черные прихватывают поле на Ф6. Но ферзь Ф4. Батарея слона и ферзя. Кони Ф8. Черные возвращают своего коня в защиту. Но ладья Ф1. Подкрепляя пешку на Ф7. И мы достигли той позиции, где все фигуры белых участвуют в атаке. Ферзь А3. И в этой позиции у Магнуса находится нокаутирующий правый хук. Конь А7 шах. Жертвуя своего коня. Единственное отступление это на Ж7. Но в таком случае последует. Ферзь А6 мат в один ход. Поэтому черные забирают этого коня, чтобы не получить мат сразу. Но в таком случае Магнус продолжает жертвовать. Жертвуя своего ферзя на А6. Еще один шаг. Если не брать этого ферзя и например пойти ладья Ж7 перекрываясь. То последует мат в два хода. Ферзь А8 шаг. И после единственного перекрытия ладьи на Ж8. Мы берем на Ж8. И проводим ферзя. Красивый мат двумя ферзями. И в связи с этим черные решаются забрать ферзя на А6. Они забирают ферзя. Но у Магнуса все просчитано. И после взятия слоном этой ладьи черные получают натуральный мат. Как мы видим в этой позиции. У черных три легких фигуры и ферзь. А у белых всего лишь ладья и слон в атаке. Ну еще и пешка. Ни одна из фигур черных не может защитить своего бедного короля. Прижали короля к стенке. В этом турнире Магнус победил. И давайте посмотрим его победную песню. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте подписаться на канал, а также поставить лайк. Также пишите в комментариях, стоит ли еще обозревать партии в Магнуса, сыгранные в пулю.